Игромания представляет Убисофт всегда очень творчески подходит к выбору сеттинга. Что не анонс, то «Ух ты, я определенно хочу там побывать». В этот раз это обычный, на первый взгляд, американский штат Монтана. Просто некая религиозная организация внезапно решила захватить в регионе власть, чтобы как следует подготовиться к концу света, и отсекла все выходы. Повзрывала вышки сотовой связи, перекрыла дороги, спутниковые тарелки тоже, очевидно, сломала, немалый кусок штатов полностью выпал из реальности. Возможно, регулярная армия и навела бы там порядок, но откуда ей знать, что в такой-то глуши что-то происходит? Именно в этой безрадостной ситуации оказывается главный герой, которым на этот раз выступает сам игрок. Впервые в серии альтер-эго можно создать самостоятельно, выбрать пол, внешность и навыки. Впрочем, древо прокачки было в серии и раньше. Задача очевидна – любой ценой вырваться из оцепления. А для этого нужно поднять восстание, проредить ряды сторонников культа, добраться до его лидера Иосифа Сида и его прихвостней. И… вот чем все кончится, мы, понятное дело, пока не знаем. Но чуем подвох, на который серия Far Cry всегда была очень богата. Вспомните хоть плохую концовку третьей части или хорошую четвертой, которая наступает, если просто 15 минут ничего не делать в начале. Тем более, что над историей работает Дрю Холмс, который до этого был одним из сценаристов Bioshock Infinite. Новый злодей уверен, что приближается конец света и что бог поручил ему спасти как можно больше людей. Так что его культисты разъезжают по штату и принуждают жителей вступать в секту. Они ставят вопрос ребром – или ты с нами, или ты против нас. Собственно, самое очевидное место, где нас просто должен подстерегать сюрприз – это попытка просто сбежать из региона. Ведь в игре появилась полноценная авиация в виде вертолетов и самолетов. Мы логично задали вопрос – почему тогда нельзя просто сесть в самолет и улететь куда подальше? Ну что ж, попробуйте. Знаете, мы ж не просто так дали вам возможность лететь в любую сторону. Исследуйте штат, следите за культом. Но тут дело еще в том, что ваш герой старается поступить правильно. Он встречает все новых людей и сопротивление им реально хочется помочь. Ну а у культистов есть пара тузов в рукаве, чтобы удержать штат в полной изоляции. Это придется проверять на своей шкуре прямо в игре. Самолеты, кстати, выступают не только транспортом. Это полноценная боевая единица с пулеметами, ракетами и возможностью бросать в окошко бомбочки. В игре будут и воздушные догфайты, и миссии с бомбардировкой объектов и вообще много всего, завязанного на воздушный транспорт. Управляется стальная птица на удивление легко. Это все-таки не симулятор и не GTA 3, где контроллер чуть ли не в узелок завязывали при попытке сладить с непослушным Додо. Другое нововведение – напарники главного героя, которых можно брать с собой на миссии. Подмогу можно было вызывать и раньше, но тут это именно что постоянный спутник, как у Снэйка в пятом МГС. Серия Far Cry известна своими злодеями, но в этот раз мы хотели сосредоточиться не только на них, но и на людях, которые окружают главного героя, помогают ему в сопротивлении. Мы старались создать веселых, харизматичных и запоминающихся персонажей, с которыми игроку будет интересно проводить время. Некоторые из персонажей, которым вы так или иначе поможете, захотят к вам присоединиться и пополнят ростер стволов по найму. Кто-то окажется крутым пилотом, кто-то снайпером, а кто-то вообще собакой, которую можно обучить поиску врагов по кустам и доставке боеприпасов прямо с поля боя. Наметки на приручение животных были еще в Far Cry Primal. Здесь же эту механику дополнили и улучшили. Эта функция позволит вам точнее выбирать стиль боя. Будет много помощников, а у каждого свои специфические навыки. Ник на самолете, Грейс со снайперкой, о многих мы еще расскажем позже. В игре можно будет выбрать, окей, кто из них поможет мне лучше всего. Если я хочу бегать с дробовиком и нападать в ближнем бою, то Грейс будет отличной напарницей, прикроет мою задницу издали. Напарником, кстати, может выступать и живой человек. В отличие от Far Cry 4, где в кооперативе можно было проходить только побочные миссии, в пятой части так можно пробежать всю игру от и до. Как Ghost Recon Wildlands. Только в отряде два человека, а не четыре. Еще игра очень богата на пасхалки. В короткой демке на Е3, где предлагалось спасти заложников от культа, а потом помочь в перестрелке пилоту, их уже нашлось три штуки. Тут и грузовик, покрашенный в цвета Оптимуса Прайма, и фигурка Вааса на его приборной панели, и боевой повар с хвостиком по имени Кейси Сигал. Явная отсылка к легендарному боевику в «Осаде». Впечатляет и сам монтанский колорит. Оружием ближнего боя в Far Cry 5 выступает покрашенная в цвета американского флага бейсбольная бита. Персонажей проще всего описать словами «неотесанная деревенщина». Ну а все, кто хоть раз в жизни был в Монтане в реальности, как один подтверждают, что да, чертовски похожи. С нетерпением ждем февраля следующего года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова